Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение видео моих покупок в магазине Second Hand, который я вам начала показывать в прошлом видео и сегодня продолжение этого видео. А сам шопинг, вы видели, у меня есть видео, которое называлось «Вот это я удачно зашла», и там было как раз то, как я ищу эти украшения. Вот они висят на стенде, я их беру, рассматриваю и кладу в корзиночку. И обещала вам показать, что я купила и что нет. И вот одно видео я уже выпустила, а второе выпускаю сейчас. В этом видео более такие ценные находки, которые я нашла в том магазине. Это у меня впервые. Я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах, показываю цены. Цены – это по которым я купила украшения, цены в канадских долларов. И давайте я вам вот быстро покажу саму коробочку за травку, то, что у нас сегодня будет интересное. Я ее быстренько убираю и начинаем рассматривать украшения. Все по порядку. Ну, давайте начнем с чего-то надо начать. Значит, брошь, которая стоила 4 доллара – это брошь из серии шотландских брошей. Она с маркировкой, что тоже довольно редко у нас брошь с маркировкой найти за 5 долларов практически невозможно. Это винтажные броши. Они напоминают собой старинные шотландские пряжки, которыми пристегивались плащи, пояса застегивались, в общем, ремни и так далее. Я, может быть, найду несколько в интернете, покажу вам. У меня есть целая коллекция их. Это не самый красивый, так скажем, представитель коллекции этих брошей. Они есть с камнями, они есть с разными какими-то разноцветными стеклышками. Но вот это такая гладкая, скажем, такая строгая, минималистичная. Вот здесь вот видите, есть значок вот этот шотландский трелесник. И на обратной стороне у нее есть маркировка, которая часто встречается на этих брошях. На этих брошях. И написано, по-моему, Scotland money. Вот здесь есть какая-то маркировка D, по-моему, буквой 20. Нет, D, D, B. А вот, да, D, B. А здесь маркировка, кажется мне... Да, вот это верх ногами. Видите, вот так видно. Scotland. И здесь маркировка D, B. Две буквы. В общем, это довольно редкие броши. Я их встречала в интернете. Они довольно дорого ценятся. Еще раз повторюсь, это не самый прекрасный, яркий представитель этих брошей. Но, тем не менее, она достойная и довольно интересная. Так, следующее украшение очень интересное, очень необычное. Очень редко встречалось вообще у меня в секунде. И я... Вы видели, как я его сняла со стенда и рассматривала, и показывала вам. Значит, стоило оно 5 долларов. Это такой зажим, двойной зажим, который очень красив и очень необычен тем, что у него есть... Сначала посмотрим здесь. Видите, фарфоровая, фарфоровая роспись. Старинная. Как же его лучше держать, чтобы вам было лучше видно. Вот так. Старинный сюжет. Возможно, роспись ручная даже. Трудно сказать. Я пытаюсь найти... Найдите три отличия, называется. Если оно не совсем идентичное, то роспись, возможно, и ручная. Да, вы знаете, мне кажется, вот посмотрите, допустим, юбка на барышне. Немножко отличается, мне кажется, да. Да, он... Видите, здесь листики так сделаны, здесь листики немножко по-другому. Мне кажется, да, это ручная роспись. На обратной стороне это зажим. Если здесь какие-то... Мне кажется, что я видела здесь какой-то патент. Может быть, я ошибаюсь и путаю с чем-то другим. Да, наверное, я с чем-то другим спутала. Здесь нет никакого патента. Нет, ничего нет. Вот так вот он, знаете, открывается такой крокодильчик и цепляется за одежду. Очень часто такие двойные зажимы служат, как, допустим, застежка на какой-то кардиган. Или на воротничок рубашки. Вот краешку воротничка прикалывают. И вот так вот оно выглядит. Я, конечно, вам примерю, покажу. Я все всегда примеряю и покажу, как это можно носить. Но вещь очень интересная, необычная. Видите, все-таки ручная роспись. И, надеюсь, мне кажется, что ручная. Наверное, винтажная, судя по всему. И просто довольно редко встречающийся, мне кажется, экземпляр. Потому что очень редко я и в магазине не видела, и в распаковках других блогеров я почти что не встречала ничего подобного. Так, следующая брошь. Желтого металла, интересного дизайна. 6 долларов она стоила. Брошь маркированная. Повторюсь еще раз, что если вы видели мое предыдущее видео, то я уже вам там рассказывала, что когда я нашла этот магазин, а находится он не в самом Торонто, а где-то в часе езды от Торонто, поэтому там еще что-то можно найти. Когда я нашла этот магазин, меня поразили низкие цены на маркированные вещи. Потому что здесь, видите, надо почистить здесь какое-то плохое что-то на иголке нацепилось. Здесь какой-то что-то, клей какой-то или что. В общем, надо почистить замочек. Брошь маркированная. Это брошь Моне. Видите, как хорошо видна маркировка. В отличие от Кора, в Моне всегда очень хорошо видна маркировка. Я хочу вам сказать, что... Да, стоила она, сколько я сказала, 6 долларов. Что-то у меня тут расстегивается. Она вроде застегнула. Что, кажется, что она ломаная какая-то. Поэтому... Ох, простите, я ушла из кадра, увлеклась застегиванием. Нет, не ломаная, все нормально. Хочу сказать, я уже в прошлом своем видео говорила, что в других магазинах у нас броши не то что маркированные. Брошь, которая напоминает, скажем так, какую-то винтажную брошь, уже стоит 10 долларов. Даже если она никакая не винтажная. Очень часто китайские, они просто особо не заморачиваются. Видят, что брошь какая-то такая с камушками, типа. И слеп десятку. А если это брошь маркированная, то цена будет, ну, 15-20 долларов. Вот так. Увидеть в магазине маркированную брошь винтажную за 5-4-5 долларов, это действительно большая редкость. И еще раз повторюсь, когда я этот магазин нашла, там были вот такие вот цены, и очень было много маркированных вещей. Потом все стало плохо, все подорожало, и практически вещей стало очень мало. Я подозреваю, что поменялся менеджмент. У нас так бывает. Новый менеджер пришел, он разбирается. Я в прошлом видео об этом рассказала, повторюсь еще раз. Новый менеджмент пришел, он, менеджер, разбирается в винтаже, стал ставить высокие цены. Все, что более или менее ценное, стало прилипать к его карманам и рукам. То есть они не воруют, конечно, они просто эти вещи покупают, выкупают, и потом перепродают. Очень часто люди устраиваются работать в эти винтажные магазины, в благотворительные, именно для этого. Вот. И поэтому, так сказать, до зала, до покупателей очень мало что ценного доходило. Ну вот в этот раз я пришла, и вот потом это все, вначале магазин был очень хорош, потом он очень испортился. И вот в этот раз я пришла и увидела, что вот такое вот разнообразие, всего разного, много красиво. Я не знаю, или просто менеджер заболел, не был на смене тогда, когда все это разбирали и раскладывали эти вещи. В общем, короче говоря, вот надо мне съездить еще раз и проверить, что там происходит. Может, это было такое одноразовое везение. Так, давайте рассматривать дальше. Вот такие клипсы. Тоже я вам их показывала в обзоре этого магазина. Значит, тоже 6 долларов они стоили. Опять же, повторюсь, я очень не люблю серьги на винтах. Я не знаю, как их носить. У меня они сваливаются с ушей. Вернее, не застегиваются на ушах толком. Но, поскольку это маркированная вещь, я решила их купить, потому что я решила, что я не могу их оставить. Плюс ко всему, они очень-очень красивые. Посмотрите, как прекрасно. Очень у них винтажный вид. Как красиво они сделаны. Какие красивые кабошоны. Как красиво они сделаны. Давайте постучим. Но я уверена, что это стекло. Стеклышки, да. Прямо выглядят, как настоящие камни. Полудрагоценные. Очень красивое оправо. С обратной стороны они сделаны вот на такой вот заклепке. И это тоже кора, по-моему. Да, это тоже кора. Маркировка есть на обеих клипсах. Видно, что старенькие. Видно, что необычного дизайна. Я тоже не нашла ничего в интернете. Вы знаете, это говорит о том, что эта вещь редкая. Потому что в интернете, в принципе, вот есть вещи, которые вот на Google сканируешь по картинке. И прямо сразу много-много всяких вот на разных ресейл-площадках, на eBay, на Etsy, появляется очень много картинок вот с этими вот с украшениями. А есть такие, которые вот ищешь, ищешь и не находишь. Из чего я делаю вывод, что эта вещь старая. Эта вещь редкая. И как результат, конечно же, ценная. Любая вещь, которая редкая и не встречается на каждой ресейл-площадке по 10 предметов таких, это вещи... Ой, как? Не могу их положить красиво. Это вещи, как правило, редкие. Так, давайте рассмотрим вот такой сет. Посмотрите, какой прекрасный, замечательный, красивый, летний, прекрасный сет. И стоил он всего 8 долларов. Это невозможное везение, потому что, опять же, повторюсь, по нашим ценам за 8 долларов можно купить, если повезет, вот такую одну брошку или одни клипсы. Я не знаю, почему его так мало оценили. Может быть, я преувеличиваю его винтажность и ценность, но мне кажется, он очень интересный. Давайте рассмотрим обратную сторону. Вот такая вот застежечка. Вот такая вот брошечка с обратной стороны. И посмотрите, как красиво сделано. Это Mother of Pearl, перламутровые пластины. Здесь мелкие цветочки перламутровые с маленькими камушками. Очень милый, милый, милая брошь. И ценность ее еще заключается в том, что это набор. Ой, у меня здесь потеряно что-то. А, вот почему. Вот я думала, почему так дешево. Видите, потерян камушек, как жалко. Я не разглядела. Вот такой сирененький, маленький. Я думаю, что можно найти сюда без проблем. Не обязательно вот такой же, потому что, видите, на броши камушки разные. Здесь синий, зеленый и вот здесь сиреневый. Так что я думаю, что любой маленький камушек... Вот тут еще розовенькие есть. Их много разных камушков разного цвета. Я думаю, что любой маленький такой камушек можно сюда найти и вклеить. Это вообще никакая не проблема. Но вот поэтому его так дешево оценили. Я удивлялась. Потому что, знаете, иногда бывает, что у них лежит очень дорого. И с потерянными камнями, которые явно видно. Я говорю, ребята, вы что так дорого оценили-то? У вас потери. Они говорят, да, да, но это, мол, такая-то вещь дорогая, поэтому вот мы так оценили. А вот эти, видите, они оценили его так недорого. Посмотрите, какой он красивый, замечательный, изящный, бесподобный. Давайте посмотрим, что там с обратной стороны. Есть ли какие-то маркировки? Нет никаких маркировок, но он явно винтажный, такой явно видно, что старенький. Тоже не нашла ничего похожего. Даже близко ничего не нашла. Вот, посмотрите, какой он нежный, красивый, летний. Камушек я найду, не проблема. А даже если не найду, если честно, вот, ну не видно же, где, где тут вот. Это ж надо разглядеть на ухе, чтобы разглядеть. Даже если не найду, тоже ничего страшного. Для перепродажи это, конечно, большой минус, а для того, чтобы носить, вообще никто ничего не заметит. Вот такой вот красивущий набор, великолепный. Он настолько летний. Кстати, довольно тяжелый, то есть, говорит о возрасте. Настолько летний и веселый, что просто радует, радует глаз. Давайте рассмотрим вот этот браслет. Вы тоже видели, что я его снимала. Когда снимала в магазине, вы видели, как я его взяла со стенда, рассматривала. Долго рассматривала и поняла, что это, конечно, какая-то вещь непростая. Вот так вот он расстегивается. Страховочная цепочка. Очень интересно сделан изнутри. Я нашла в интернете. В интернете он числился как серебряный индийский антикварный браслет и стоил дофига. За него хотели очень больших денег. И там было написано, что маркировка серебра находится на цепочке страховочной. У меня нету ничего. Я очень искала и не нашла. Есть два варианта. Либо цепочку заменяли. Либо у них другой браслет. Но я сомневаюсь. Либо они что-то там химичат. Может быть. Не знаю. Но у меня нету маркировки серебро на цепочке. И вот правда, что цепочка не производит впечатление серебряной. А сам-то браслет даже очень похож на серебряный. Прямо написано, что это Индия. И написано, что это антиквариат. Я не знаю, девочки. За что купила, за то продала. Есть в нем один недостаток. Я вам сейчас покажу. Так, давайте наденем. Вот так шикарно он выглядит. Посмотрите. Просто шикарная вещь. Шикарная. Недостаток в нем следующий. Вот здесь. Вот эти вот дракона. Вот эти вот. Что это? Крылья. Довольно острые. Не в этом. Вот в этом, по-моему. Да, вот здесь. Он прямо, видите, какой. Его надо как-то спилить, зачистить. Видите, какой острый. Мне кажется, что он или выгнался, или поломан чуть-чуть. Ну, в общем, его надо как-то, знаете, пилочкой запилить, чтобы он не был такой острый. Вот этот не такой. Видите? Поменьше. А этот прямо острый. Я прямо вот это раскрадывала. Пальцем наткнулась. На это под минифигасе. Можно проколоть палец. Ну, вещь, конечно, редкая. Необыкновенная. Я считаю, что это прямо рюритет. Если честно. Ну, и потом я вот нашла его в интернете за такие вот сумасшедшие деньги. Опять же, не знаю. В интернете выставляют и пишут что угодно. Сильно рассчитывать на то, что то, что там написано, это истинно в последней инстанции, я бы не стала. Но какая-то чуйка мне говорит о том, что это действительно вещь непростая. Я не знаю насчет серебра. Но то, что он винтажный, это точно. То, что он индийский, это очень даже может быть. Ну, и нет маркировки. Поэтому, как бы, наверное, возможно, что вещи те индийские не маркировались. Следующая вещь тоже, вы видели, я рассматривала ее, когда они висели на, эти клипсы на стенде. Да, они не очень в хорошем состоянии. Можно сказать, в плохом состоянии. Но это клипсы Синер. И стоили они всего лишь 3 доллара. Даже если учесть, что они не в очень хорошем состоянии, их, в принципе, можно почистить, помыть. Попробовать хотя бы за 3 доллара можно точно. Я думаю, что при перепродаже, я находила что-то похожее, они стоят, ну, не дешево. При перепродаже, даже если они не слишком в хорошем состоянии, просто их можно чуть-чуть подешевле продать. Значит, еще в них проблема, вот, не слишком, не слишком идеальная. Потому что вот это все зелень, все это можно почистить. Но вот сама вот эта вот искусственная жемчужина, у нее есть, видите, немножко травмы, так скажем. Сколы, но не страшно, не могу сказать, что она прям все так облезла. Ну, есть, конечно, повреждения. Вот, с обратной стороны тоже много. Видите, вот это все, это все зеленое, это все надо чистить. Давайте я вам покажу. Вот здесь у него две маркировки. Так, вот здесь написано Синер и внутри. Зачем-то маркировали два раза. Видимо, если надо будет менять вот эту застежку, если она поломается, то чтобы маркировка осталась и на самой клипсе тоже. Клипсы, вообще, компания Синер довольно дорогая. Все изделия их винтажные и стоят на рынке довольно дорого. Ну, вот такие вот клипсы. Конечно, позеленели тут и все. Но стоили 3 доллара, я не могла их остать. Я подумала, почищу, не почищу, не знаю, что, но за 3 доллара пусть у меня будет хотя бы в коллекции. Потому что вещи бренда Синер довольно редкие и очень дорогие, редко встречающиеся вообще где-либо уже. Давайте рассмотрим сейчас две брошечки. Эту тоже я купила, шикарная красотка, за 10 долларов. Они ее оценили. Она была не на стенде, а за прилавком, за стеклом. Я тоже не смогла ее оставить, потому что вещь бесподобная. Очень красивая, очень необычная. Тоже редко встречающаяся, безусловно, винтажная. Давайте начнем. Посмотрите, какая красавица. Мне вот интересно, это хрусталь. Как будто бы зеркальные стеклышки. Аврора Бориалис, что говорит о том, что она не очень уж такая старенькая. Не сороковые, не тридцатые, конечно же, а где-то пятьдесятые, шестидесятые. Хорошенько ее надо протереть, помыть. Но посмотрите, какая симпатичная брошечка. Давайте посмотрим ее с обратной стороны, как она сделана. Видно, что старенькая, маркировок никаких не имеется. Вот такой вот старенький замочек. Надо хорошенечко ее помыть. Немножко сход покрытия есть небольшой. Вот здесь вот, видите. Ну, учитывая возраст, ничего страшного. А так, в принципе... Да, вот здесь еще что-то какая-то. Немножко ржавчинка. Но тоже ничего страшного. А так, в принципе, состояние хорошее. Именно потому, что все кристаллы на месте, все стеклышки на месте. А вы видите, что кристаллы очень редкой формы. Вот если такой потеряется... Вот этот круглый Аврора Бориалис еще можно найти. Хотя, даже если он потеряется, видите, его нельзя просто вклеить. Он тут в лапках стоит. А уж вот эти вот, если потеряются, то такой точно не найти. Вы знаете, я хочу сказать, она не в идеальном состоянии. Такие немножко потемневшие, замутненные вот эти вот кристаллы. Но мне кажется, что в этом есть какая-то вот прелесть. Именно старинных вещей, старинных украшений. Что они, некоторые из них, да, не в идеальном состоянии. Но как бы именно этим вот они и прекрасны. Вот налет вот этот времени, истории. Есть в этом что-то. Есть какая-то в этом прелесть и очарование. Но она, конечно, вещь очаровательная. Брошь. Давайте сюда мы ее положим. Вот сюда давайте, в центр, чтобы она нас радовала. И еще одна совершенно невероятная находка. Тоже за 4 доллара найденная. Причем здесь уж точно нету никаких, никаких недостатков. Практически эмаль на месте. Все на месте. И есть маркировка. Видимо, оценили ее в 4 доллара. Не разглядевши, не разобравшись. Удивительно, почему так дешево она оценена. Брошь явно винтажная. Не дешевая на ресейле. Такие броши продают довольно дорого. Посмотрите, какая красавица. Какая прекрасная, великолепная красотка. Как хорошо она сохранилась. Как хорошо сохранилась эмаль. Все маркозиты на месте. Как правильно говорить? Маркозиты, правильно? Никогда не помню. Ничего нигде не облезла. И сзади есть маркировка. Это брошь BGL. Я нашла информацию про этот бренд. Сейчас я прочитаю, потому что я специально заскриншотила. Потому что я раньше никогда не слышала про него. Сейчас я вам расскажу, что это такое. BGL. Бренд BGL. Расшифровывается как Bohemian Jewelry Ltd Company. Эти вещи относятся и к 40-м и 50-м годам. Тоже довольно дорого ценятся на рынке. Довольно редко встречаются. Почему-то в той статье, которую я нашла, было написано, что именно эта маркировка BGL очень много лет являлась какой-то тайной для многих коллекционеров, которые коллекционируют винтажную бижутерию. Но в какой-то момент это было расшифровано. И вот поняли, что BGL это Bohemian Jewelry Ltd Company. Ну, особо не нашла я много информации про эту компанию. Если честно, она уже не существует. Была в какой-то момент. 40-е и 50-е. Ну, вот, очень редкие украшения до сих пор можно найти с большим трудом. И вот мне повезло, мне удалось. Она милейшая, прекраснейшая вещь, прекрасно сохранившаяся. Стоила мне всего лишь 4 доллара, что вообще в это абсолютно невозможно и трудно поверить. Посмотрите, всё-всё-всё-всё-всё в ней на месте. Всё замечательно и прекрасно. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня было видео. Видео моего улова в винтажном магазине благотворительном, который я снимала для вас сам процесс покупки. И сейчас вот уже второе видео показало вам, что я нашла. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Для тех, кто мне впервые, я напомню, что у меня видео не только по украшению. У меня видео про примерки, обзоры магазинов, болталки. В общем, всё, что мы девочки любим. Иногда очень-очень редко я показываю своё путешествие. Ну, практически никогда. Но, тем не менее, живу я в Канаде, ещё раз повторюсь. И буду всем очень рада, всем новым моим зрителям. И также, естественно, очень рада всем моим старым зрителям. А на сегодня всё. Всех люблю, целую. С вами была Деда из Канады. Всем пока, бай-бай.